Друзья, всем привет, это Фанвокс, меня зовут Глеб Болелов, и прямо сейчас мы с вами отправляемся на открытие тату-салона и барбершопа Гуф Фэктори от небезызвестного рэпера Гуфа. Вообще в плане тату-искусства Россию даже немного жалко. На протяжении всей истории татуировки в первую очередь ассоциировались с местами лишения свободы. Ситуация исправляется только сейчас, но с большим отставанием от всего цивилизованного мира. Тату-культура входит в современную Россию так же быстро, как контурная игла под кожу, и порой так же больно, потому как, дорвавшись, некоторые граждане делают себе подобные шедевры, и на них становится больно смотреть. Но не нам судить, хотя это, конечно, полный пиздец. Так вот, чтобы таких фотографий в интернете было поменьше, Гуф открыл тату-салон, а по совместительству барбершоп Гуф Фэктори. Его любовь к гангстерам и фильму «Лицо со шрамом» не прошла мимо пространства, оформлено в лучших традициях. Я любитель всего этого, всей гангстерской движухи, чехарной адресации, комфорной, каплиона, и все, как по стилю выйдешь, чтобы на нем все равно его не было, а он сам. А по стилю, то есть, будет ли у вас, например, упор делаться, например, на чекана или на что-нибудь, то есть, как по татуировкам? Да, по татуировкам. По татуировкам, короче, все, что угодно. По лапарту, шоу, у нас будет только, короче, крутальные мужики у нас, то есть, никакого, да, что-то там, утонченного хипстерства даже не могут, то есть, не принимается у нас в салоне. Все чисто, мужская, чисто мужская компания, мужская атмосфера, все такое. Это древонки, что угодно, если у нашего человека. То есть, у нас, у нас пять мастеров, и в разных стилях, цветные, нецветные, чеканая, классика, все такое. А мастеров в три отбирал, то есть, это какие-то твои знакомые, друзья? У меня есть просто один мастер, помогает Костя Костя Костя, который мы отбираем в комнате. Он набрал команду лучших мастеров, и, как бы, мы, у нас шестая команда. Меня найти очень легко, если надо, даже когда ты далеко. Я рядом, можно на всю навалить, можно всего стереть, но я намерен творить, пока будет переть. Но, друзья, если кто-то из вас сейчас на низком старте в сторону салона Гуф Фэктори, убедитесь, что вам уже есть 18, потому как вышеупомянутый мастер следит за своей кармой и не красит подростков даже с разрешения их родителей. До 18 лет, 100%, даже в присутствии родителей, они делают татуировки. Я считаю, что татуировка должна быть осознанной. А в 16 лет подростки, в 15, они не понимают, что они делают. Цвет или ЧП? Когда как. Стараюсь не уходить именно в какую-то определенную стилистику. То есть, если это 30-е, 60-е, 50-е, когда, неважно, можно все это исполнить в реализме. Ну, я люблю реализм. Незадолго до открытия Гуф Фэктори, интернет облетела новость о воссоединении Читы Далматовых. И совместное дело вроде как помогло их примирению. Но бытует мнение, что делать бизнес с близкими людьми не самый лучший вариант. На самом деле говорят, что с близкими, там, друзьями не варик, потому что каждый хочет денег, там, да, на себя побольше. А у нас такая ситуация, мы все в семью, поэтому нам делить там, в принципе, нечего. И у нас абсолютно разные, абсолютно разные обязанности, и каждый выполняет свои. И я думаю, что, опять же, нам конфликтовать вообще попротив не о чем. То есть, это наш совместный бизнес, естественно, больше это его. То есть, да, я там занимаюсь теми делами, которые, допустим, он не может, не умеет, или он там на гастролях, на концертах. Я не могу вам интервью давать. Да, интервью, да, у меня, получается, лучше давать, это факт. Я же ему даже пригрозила, сказала, вот, знаешь, если я буду больше давать интервью, то все подумают, что это мое. Он такой, хорошо. А вообще, у тебя при выборе вообще датуировки, у тебя это какой-то определенный проходит период жизни делать датуировку, и как они вообще к тебе приходят? То есть, это твои связи. Я прихожу датуировщика и говорю, блин, давай что-нибудь набьем. Хоть так, основное, это бывает. Но как я очень люблю мультяшек, то я выбираю все-таки эту тему, она мне близка. Мне нравится. Хоть мне 30, меня все обвиняют, вот, что-то такая взрослая, бьешь мультяшек. Я люблю мультяшек, они добрые. Они не врут, они не предают, и они честные. Не думаешь отрастить, сказать, волосы и сделать какую-то крутую прическу? Закончится рэп, у меня будет челочка, она будет, как в детстве опять. Я вот очень прошила, чтобы он отрастил волосы, хотя бы слегка. Мне хочется просто посмотреть, как он будет выглядеть, потому что наш сын, он волосатый, и бриться он не будет. Я и так уже скандалю до сих пор за то, что он его подстриг, и припоминаю каждый день. Я хочу, чтобы он немножко отрастил волосы, потому что у него качественные волосы. Итак, друзья, Гуф Фэктори уже начал работу и ждет своих первых гостей. Теперь Гуф отвечает не только за ваши плейлисты, но и за стильные стрижки и качественные татуировки. И если вдруг вам покажется, что цены тут кусаются, то запомните, что татуировка это больно, дорого и навсегда. Ну а если не согласны, то посмотрите еще раз на эти фотографии. Субтитры сделал DimaTorzok